В глубокой древности люди всегда интересовались, что касается названия местности – посёлки, реки, горы и так далее. И очень интересовался живший в IV веке античный философ Аристотель. Он уже в то время занимался, как науки не было, но как разделом занимался историей происхождения названия. В общем, речь идёт о том, что названия не бывают случайные, либо обусловлены какими-то историческими событиями, какими-то памятными датами. Бывают, конечно, случайные. И очень живучие передаются из поколения в поколение. И только всего того, когда приходят какие-то другие народы, переименовывают. Но часто переименовывают либо созвучно, неправильно, как это звучит, в действительности. И поэтому при прочтении названия часто вставали в ступик. Почему такое название? То есть оно было необъяснимым. Но в данном случае я бы хотел рассказать об озере Зайсан. Это древнейшее на планете озеро. Восточный Казахстан, все мы знаем. Есть у него такое коренное слово, как «Зайсан». Зайсан обусловлено тем, что в 1650 году сюда бежали монголы, с северо-западной части Монголии, на Зайсан, на озеро, спасаться от голода, потому что был джут. Ну, джут, наверное, знают, что это такое. Это когда поверхность пустей покрывается льдом, бескормится полно, и в массе погибает скот. Ну, а кочевники, естественно, что основным было то основное – это животноводство, скотоводство, чем кормились они. То есть вот сегодня богатый, завтра никто. И даже у Пржевальского где-то есть. Когда они ехали по степи, это тоже было в Монголию, кругом был сильный смрад, погибло огромное количество скота. Только волки, вороны были, и люди вымирали в это время. Вот такой же год случился, 1650-е. И сюда на Зайсан прибежали, так назовем, племена какие-то, племя монголов. И поселились. Провели здесь зиму, перезимовали, и стали озеро называть Зайсан. Зайсан, в общем, разное означает, что озеро Кормилица, озеро Спаситель, Дар Небес. Это вот название было дано в знак благодарности. Вместе с тем мы знаем, что монголы прежде никогда не ели рыбу. Но голод, как говорят, не тетка. И они спаслись только из-за обилия рыбы, потому что Зайсан очень богат был рыбой, особенно ценными породой рыбы, как осетр в Сибирске, стерлинг в Сибирске, нельма и ряд других коренных видов. Озеро до этого были и другие названия, смысл которых преисполнен также благодарностью за, выделено слово, за щедрость и покровительство. Особенно связано это с трудными временами в жизни людей, связанных с голодом и другими невзгодами. Калмыки, например, титуловали его как генерал озера. Об этом в XVIII веке писал сибирский историк Василий Татищев, очень известный путешественник и историк. Для великости Зайсан пишет, что генерал озером именуев пояснял, что и князь озера, глава рода, называли озеро так же, как великий князь, прекрасное озеро, рыбное озеро. Все это в переводе звучало на монгольском языке. Задолго до появления калмыков на Зайсане, возможно, и других племен, названия здешних гор, рек и озер, вероятно, тоже были другими. Иртыш, например, назывался Гамеш. В Тарской области на Василганском наречии называли Катан-Ес. Ханты из народа Западной Сибири называли его Тангатль. Реку Буконь – Букон, Чугуляк, Черга – Джиты-Орал, Долина Челекты – Кызыл-Челик, Сибинка – Бешка, Беска, Эбека и много еще разных названий было. Прежде реки, которые озерены на нашей территории. Остановился на Зайсанской впадине вновь, где северным путем вдоль Курчомского хребта проходили пути, связающие Россию с Монголией и Китаем. Начнем с того, что более 350 лет. Ну, конечно, более. Около 400 лет уже прошло, пока писал. Во время джута массово падеж скота калмыки, спасаясь от страшного голода, бежали на Зайсан. И здесь на озере за счет рыболовства переименовали озеро. С тех пор оно называть стало Зайсанг-Нор, хорошее рыбное озеро. Хотя до этого называли его Козылбаш. Зайсанг было название. И для великости генерал озером именовали. Как в XVIII веке об этом писал и говорил уже Татищев. Были другие названия. Козылпу. Ну, Козылкрасный и пу, я переводу не знаю, что это может означать. Корцан было название. Алдиар в честь какого-то бая здесь проживающего. Нор-Зайсан. Слово само Зайсан связано с монгольским. Сайхан. Красиво и прекрасно. Как у калмыцкого племени Айратов, запасун рыба опять. Вокруг это вот все такие вот хвалебные названия. В путевом журнале путешественника Спафария озеро называлось Ясак-озеро. А за шум волн его, особенно после бури, напоминающий отдаленно звон колокольный, получил китайское название Хош-Хашату-Нор. Хошату-Нор. Фёдор Байков в 655 году. Проходил здесь и в своём статейном списке назвал Хух-Хото. Такое название. Как видно по смыслу, названия все идентичны. В переводе означающие как озеро звенящих колоколов. Казахи называли Зайсан-Теннис. Теннис переводится как море. Казан-Шон-Куры. Там уберёшь, что не нужно. То есть межгорное впадено. Чисто географическое название. Как видно почти у всех народностей в древности, смысл в названиях озера сводился примерно к одному и тому же смыслу. Как дар небес. Были другие, конечно, названия, говорящие также о щедрости, покровительстве. И всё изобилие в озере рыба. Такой же смысл вкладывался в слово Зайсан в разные времена, в разных племён. Как покровитель, спаситель. Калмыки титуловали его даже как генерал озера. Говорил, великий князь, прекрасный, рыбное озеро. Так, слово Зайсан само по себе означает, как я сказал. Но было у Зайсана и другое, весьма интригующее, мистифицирующее название. Озеро Дракон. Это чрезвычайно интересно. Но об этом отдельный разговор, что больше всего, конечно, и заинтересовало меня. В то время, когда здесь работал Карелин со своим подвижниками, учеником, студентом Кирилловым, они огромную работу провели. Больше 20 тысяч видов растений, сотни видов насекомых, сотни видов шкурок млекопитающих и птиц собрали. Ну, в общем, судьба трагичная. Там было где-то более семи томов написано. Сначала материал передал с Кирилловым, чтобы он отвез в Санкт-Петербург. А они изучали Тарбогатай, здесь вот эти места. Кириллов поехал, и где-то на какой-то станции вышел и умер. И дневники все были потеряны, многодетний труд. Тогда Карелин взялся снова за эту работу. И уже болел, и написал, вернул эту работу. Случился пожар, его кое-как спасли, и все сгорело опять. Только остались кое-какие-то клочки. Кириллов по заданию Карелина поехал обследовать северо-западные части Монголии и называет Озефт. Это было в 1840 году по заданию Карелина. Студент Кириллов совершил поездку по Чёрному артышу в Китай и Монголию. В дневнике своем он называл Кобзайсан. Но там так нечётко написано, потому что материалы обгоревшие, то есть большой Зайсан. Ну, я допускаю, вероятно, ещё так же называли казахи. Но вместо слова Коб может быть было Кол. А Кол или Куль – это озеро. Озеро Зайсан. Здесь вот двойственность такая появляется. То есть просто Зайсан. Наконец, после того, как геолог Виктор Степанович Ерофеев наш в Скайногорске, известный очень человек, изучая Зайсанскую котловину, он профессор в области геологии. Они нашли Скорлупу, выучитая Жузгень, это недалеко от Акжара, западная часть хребта Монрак. Скорлупу есть динозавров. Это вот Скорлупа находится сейчас в нашем историко-криеведческом музее. И он уже потом пишет «Озеро динозавровое». Но из различных источников, связанных с названием Зайсана, больше всего, конечно, привлекает название удивительно «Озеро дракон». Почему? Оставалось только гадать. Откуда столь необычное сравнение? В конфигурацию берегов, вот я просматриваю, ничего общего допустимо, но допустимо ли, что на памяти людей водились в нём какие-то страшные существа? Конечно, нет, никаких драконов не было. Но и по этому поводу никаких аргументов. Таинственное название так и осталось бы, если бы, но об этом потом. Продолжение следует...